Против трактора и было это достаточно давно уже, 13 ноября в Челябинске играли команды и тогда ладос минимальный. Сам Андрей Николишин еще после матча с нефтехимиком отмечал, что на эксперимент как раз с молодым звеном он пошел в силу того, что не получается, не получается с первого периода играть. Еще раз бросок Глинкина точно, точно прямо в лицо защитнику хозяев. Как туда и целял, потому что шайба если бы пошла мимо Стулова, то она бы где-то километре, наверное, над воротом и прилетела. Ладон перед стартом этого матча обладает определенным преимуществом. Шенфельд, хорошее подключение по центру и блестяще разыгранного Мартин Затевич 1-0. Открывает счет в этом матче с шикарным кистевым переводом он выручить не мог в этой ситуации. Было действительно тяжело, пытался, пытался он ловушкой эту шабу поймать, но куда уж такой выстрел. На второй космической шайбе пролетело мимо Гарнета и таким образом счет отстрелял Димон. Хотя, хотя вы знаете, все-таки неудобная высота была для Гарнета, но ловушка-то его была рядом с шайбой. Митро остается. Такой трехводник, здорово, Чистов! И Ежов выручает свою команду! Блестящая трехходовка еще раз после броска Куинта. И еще раз Куинт заряжает перед собой, Ежов отражает шайбу. Здесь уже защитники должны помочь. Давайте поаплодируем счастливчику, которым занимает это место. Еще раз момент нарушения. Ну, стоит сказать, как играет бронетка. Через заброс очень неплохо. Выход один на один и шайба в воротах. Необычный гол для большинства получился, но... Ближний мою переиграл и опять Кондратьев. Здорово все сделал, переложил на лопату так называемую. И отправил шагу в ворота. Горнет тоже вот здесь уже не выручил. В большей даже степени, чем с моментом с первой промышленной шайбой. Матч в Патриан. Забрасывает гол для второй ночи в Патриан. Как-то выступает. 0-2. Да, не успел даже свести руки. Здесь Горнет ударил шагу в корпус. Заворухин и проигрывает он точку. 3-0, шат становится. Вот это да. Бросок сразу. Блестящая работа Стрельцова. Похоже, что Александр Стрельцов отличается. Стрельцова действительно точно в дальний угол попал. Хотя нет, почему в передаче-то... Нет, все правильно, да. В передаче Василия Стрельцова. Здесь Содор Фёбов еще был рядом. Ну что ж, четвертое звено у Лады отличилось. И 3-0 сейчас становится. 3-0. Очень неприятно все для трактора. Но вот таким образом становится Черников. Здорово в центр. Затёвич. Ой, как красиво. Шулаков Затёвич. Затёвич! И спасает Майкл Гарнет! Блестящая комбинация и не менее красивый сейф челябинского голкибера. Тене поймало. Очень серьезный Затёвич. На Шулакова. Тут возвращается к партнеру. И Гарнет молодцом. Вовремя поднял щиток. Ну, не поднял. Так, Лады. Ух ты, в одиночку остался перед воротами и переиграл сейчас спокойно. Майкл Гарнета, Антон Шенфельд. Забыли его. На противоходе Шенфельд, Гарнета здорово разобрался в движний бою. Да, еще и с рикошетом шайба прошла на Шенфельд. Вот другого 12 номера, вот Пистынова отскочил. Вот у него. Белоусова четвертая передача результативная. Пеньковский, все с ним в порядке. И, слава богу, прорывается к воротам. И какой, какой гол, а? Очень неожиданно. Но в итоге Пеньковский вот отвечает за грубость своим соперникам. Вполне можно еще раз. Артем Пеньковский здорово здесь. Ноги включил. От Романова ушел за ворота. И с рикошетом, конечно, шайба отскакивает за ворота. Хотя это был изначально прострел на пятак на подключающихся партнеров. Но отскочила шайба от клюшки у Ежовой. И очень-очень неудачно. И треливал, подскочила шайба. Вновь могла сейчас рикошетом залететь в ворота. Вновь Попов. И здорово бросает в ближний угол. Ежов не сразу, но... Все-таки Жару Кальдук прижимает. Затрудится и вновь. Вновь первая половина периода остается за Ладой. И под конец периода трактор просыпается. Получается выйти из зоны. Хорошая передача! И не сумел, что Лаков сейчас переиграть Гарнета. Хотя нет, вы знаете, больше выгодят в Братсуле. Но проценты примерно тот же сам. Пять. И оценение. Ну вот, собственно, это молодой человек, который сегодня и развлекает болельщиков здесь с музыкальными этюдами. Цыглинкин. Хорошо нашел партнера. Ох ты! Хлыстова приложили. Бункис отметился, но и Жов Шару фиксировал. Вот еще раз. Берега неселого приема к исполнению Кокуева на Фёдре Фёдреве. Трактор же терпит самое крупное поражение. В эру, я уверен, что это эра Андрея Николишина. Пускай болельщики челябинцев не расстраиваются. Команда очень-очень симпатичная. Лада сегодня была по большому шуму.